Друзья, привет! Хочу познакомить вас сегодня с прекрасными людьми Геннадий и Нелли из Украины. Они, наши покупатели, приобрели квартиру в комплексе со своим пляжем. Нелли, не надеюсь, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Здравствуй, Настя! Ну что, мы сегодня посмотрели на то место, где вскоре мы надеемся, что будем жить на берегу моря. Это хрустальная мечта моего детства. Ну и жена об этом тоже мечтала всю жизнь, чтобы жить у моря. Ну, надеемся на то, что те люди, которые взялись нам помочь решить эту проблему, выполнят свои вопросы и уже помогут нам. И в начале следующего года, я надеюсь, мы будем уже жить в городе Хургаде на берегу Красного моря. Конечно, мы только с надежными застройщиками работаем. Заранее благодарен вам, Анастасия. Нелли, расскажите, вот вы у нас выбирали, да? Мы с вами ездили по разным проектам. По разным проектам мы ездили, смотрели все. Какие у вас впечатления, да, остались? Впечатления, ну как сказать впечатления, мне сразу понравилось место, где строится этот дом. Да, муж сказал, хрустальная мечта, но его нет. Это что, он со своим пляжем, да? Да, со своим пляжем. Там бассейн и свой пляж. Недалеко там. Инфраструктура вся, она у себя близко. Есть и аптеки, есть и магазины. Все там рядом. Надеемся, и в этом же комплексе также будут и аптеки, и магазины, и вся структура будет. Да, сейчас я поясню, мы сейчас говорим о районе Ляхея, о застройщике сибирских башен, который строит комплекс на первой линии, с бассейном и со своим собственным пляжем. С Анастасией мы сначала связались, ну, будем сказать, по скайпу сначала, потом общались по вайберу, общались. Первый раз я приехала к Анастасии в ноябре, когда мы уже определились полностью, что мы будем покупать, второй раз приехали в январе, в январе мы приехали, уже заключили договор, заключили договор, а сейчас с мужем приехали, вносим первые 50% на строительство этой квартиры. Поздравляю вас с таким ответственным шагом и с приближением исполнения вашей мечты. А почему вы вообще решили из Украины приехать сюда, в Кургаду, взять здесь квартиру, потратить такие солидные деньги? Вопрос, конечно, очень интересный, с одной стороны, может быть, даже чуть-чуть провокационный, но, тем не менее, я уже озвучивал и говорил, что хрустальная мечта моего детства это жить у самого синего моря. Да, Черное море вроде как-то ближе, но на сегодняшний день цены там выше, чем здесь. И намного выше. Поэтому мы решили остановиться именно на Красном море. И потом здесь погода помогает, во многом помогает и здоровью. Я заметила климат хороший, я заметила, что здесь я не пью таблетки от давления. И надеюсь, что, может, еще какие-то другие болезни не вылечатся, но, по крайней мере, будут отступят и будет это в более легкой форме. Вы здесь тебя лучше чувствуете? Чувствую лучше, да. А местные медикаменты пробовали? Да. Вы знаете, я их, когда приезжаю, постоянно беру. Они и дешевле, и действительно, я на себе чувствую, что они мне помогли. Ну, у нас, да, у нас не подделывают здесь лекарства, и они значительно дешевле, я не знаю, как на Украине, но в России, дешевле, чем в России, это однозначно. Ну, и у нас тоже на Украине дорогие лекарства, а здесь помогли мне. Я даже не сомневаюсь. Как планируете проводить здесь время? Планируем изучать. Мы сейчас приехали и будем изучать город, в котором будем жить. Это время, имеете в виду, вот, в котором мы сейчас. Ну, да, и сейчас, и потом. А в будущем я уже себе все напланировал. Покупаю себе резиновую лодку и ловлю золотую рыбку, как в той сказке у Александра Сергеевича Пушкина. Ну, надеюсь, что моя старуха не останется у разбитого корыта. Ну, что вы! Поэтому найдем себе занятия по душе. К сожалению, на мой взгляд, конечно, к сожалению, что женщины, как бы, у мусульман не принято, чтобы они работали, да? Ну, и не надо. Уже моя жена свою отработала. А я себе еще найду занятия. Ой, да хватит вам уже работать, надо отдыхать. Вот там будет такой комплекс, и там моим рукам, в моей голове найдется. Помощь всегда окажешь. Да, помощь. Помощь всегда такая. Я многое, что умею. Ну, это да. Поэтому без дела сидеть не буду. Ну, а на лодке выплыл, уточку закинул, вот тебе и день прошел. Так что об этом я не заморачиваюсь. Внуки будут у меня каждое лето здесь. Угу, да. Будем мы стараться изучать арабский, ангелийский. Мало ли как судьба сложится. Мы с бабушкой уйдем, время придет, а им останется жилплощадь. Конечно же, наверное. В принципе, все это делается ради них, если уж так, более честно. А им нравится, да, Египет? Они сейчас были? Да, они были. Старший внук у меня, Андрей, был два раза в Египте. Он состоялась на месте. Ну, в обоих шармах. Ну, сейчас в школе учатся. Ничего страшного. Вот. И малая уже говорит, буду в купальнике, бабушка подарила на 8 марта. Я буду в нем только в Красном море купать. В Красном море. Не надо мне одну сказать, я хочу в Красном море. Ох, какая. 5 лет. Все правильно, конкретно. Да, конкретно, только в Красном. Девочка. Так что, найдем занятия, не переживайте. А как вам местная пища? Какие-то, может быть, блюда из египетской кухни вам нравятся? Что-то пробовали уже? Там мы в ресторанах все мы пробовали, что тут дают. Сказать, что оно чисто египетское, мы даже не можем сказать. Вроде бы и у нас такое есть. Ага. Я тоже, конечно, не помню это агентство. Позвонила одному агенту. Не ответа. Написала сообщение. Снова никакого ответа. Приехала сюда, приехала сюда. Нашла еще одну. Это мы когда еще вас не знали. Мне сказали так, платите 50 долларов, а потом мы это вам зачтем, если вы у нас купите квартиру. Мне это очень не понравилось, конечно, если хотят предложить что-то и предлагают сразу платить деньги. Мы тебя повезем, но ты же нам заплати эти деньги. Мне не понравилось. Ну, случайно попала на ваш сайт. Случайно. И когда я уже... Вы сразу откликнулись. Я поняла, что это наш человек, с которым надо за него общаться и... Какой у вас долгий путь был ко мне. Долгий путь, да. Был долгий путь. Но я не рискнула, конечно. Думаю, если не откликнулся человек, то... Ну, естественно, это говорит о многом, потому что если он изначально по мне откликается, то как бы с того, как вы проведете сделку, вы тоже можете очень долго искать этих людей. Конечно, надо быть всегда с теми, кто на связи. И тоже платить деньги за предварительный просмотр тоже делать такую... Конечно, я агентов могу понять, да, катать людей, да, потому что очень много тоже. Да, есть клиенты, которые просто хотят покататься, посмотреть и ничего покупать не хотят, да. В качестве таксиста работать никому не хочется, но... Ну, когда есть определенное что-то, понимаешь? Это такой минус уже работать, ничего с этим не поделаешь. Потому что, например, со стороны клиента, да, я тоже могу понять, платить, например, те же самые 50 долларов, а вы же еще не знаете, во-первых, что вам покажут. Да, ну да. Ага, во-вторых, вы не знаете, как у вас вообще отношения сложатся с этим агентством, да, и понравится ли вам риэлтор, да, и как человек даже вот по общению. Не, вы не знаете, какие вам условия предложат. То есть, ну, вот такая вещь. Да, ну, у меня такая долгая история была. А с вами у меня все получилось. Главное, что все хорошо закончилось. Ну что, удачи вам, спасибо вам за добрые слова. Спасибо. Надеюсь, все мечты осуществятся. Новоселье мы вас пригласим. Спасибо, на борщ, да? Ну, конечно. Ну, отлично. Буду. Пампушками, чесноком и с салом. Ох!